Знаешь, что такое поставить себе большую цель? Это означает, что... Вот, сейчас я вам это объясню на простом примере, да? То есть, что это означает? Вам тогда проще будет. Итак, накладываем на этот рисунок моих 25 подъемов. То есть, для меня 25 подъемов – это уже не проблема. Согласны? Да? Для меня проблема будет какая? Ну, там, 27, 28, вот это проблема? 50. 50. Но не останавливаясь. Но с точки зрения физиологии это, ну, сложно сделать. А природа не знает рывков. Ну, то есть, нужно к этому идти постепенно. Ну, любые спортсмены знают, что такое набрать форму. Те, кто спортом занимался профессионально. Итак, смотрите, вот здесь 50 подъемов. И здесь 50 подъемов. Они одинаковые. В этом случае я должен найти, что? Такую цель, где моя цель 50 подъемов станет не целью, а чем? Ступенью. Ступенькой к достижению цели. То есть, если моей целью будет просто 50 раз подняться, то для меня это просто проблема. И эта проблема стала моей целью. То есть, моя вот эта цель стала для меня проблемой. А если я найду такую цель, где вот эти 50 подъемов станут чем? Мелочью. Мелочью, а на самом деле стратегией. То есть, из цели 50 подъемов станут стратегией. А моя цель сместится дальше. В том числе и по времени. Но на самом деле по объему. Еще раз. 50 здесь, 50 здесь. Но мне сейчас нужно найти инструмент. Суть инструмента заключается в следующем. Если я не найду цель, ради которой мне нужны эти 50 подъемов, то для меня 50 подъемов и будут целью. И тогда ничего, кроме этих 50 подъемов, а на 26-м, вот эта штука, знаете, начнет со мной спорить о чем? А на 27-м, знаете, что она мне начнет рассказывать? А на 28-м, а на 30-м, представляете? То есть, это мазохизм чистейшей воды. И ничего больше. То есть, я начну над собой издеваться так, но потому, что эти боли будут усиливаться. И я ничего, кроме этой проблемы, но у меня есть цель 50. Зачем? Ну, чтобы 50 достичь. Вот, вот, вот эта цель. А найти гуманистическую идею, соответственно, поставить большую цель, и чтобы она была еще идентична. Это означает, что эти 50 мне нужны для чего-то. И тогда это будет не цель 50 подъемов, а что? Стратегия для какой-то, для какой-то цели. Понимаете, в чем разница? То есть, в первом случае, эта проблема есть... проблема 50 подъемов равна по силе самой цели. Это означает, ставим знак тождества математический. А в этом случае проблема 50 подъемов не тождественна, а меньше, чем цель. тогда эта проблема становится стратегией. Отвечает на вопрос, для чего? Для достижения цели. То есть, понимаете, цель превращается в стратегию. В этом разница. В этом разница. И тогда мозг начинает работать со стратегией, а не с целью. Потому что в данном случае 50 подъемов, при моих 25, норма, это путь, знаете, как будет называться? Здесь стратегия будет называться мазохизм. Атакую себя. Потому что договориться с собой, ну, на 28 можно, ну, на 29. Ну, на 30 уже договариваться с собой очень тяжело. Себя можно просто заставлять. Это тоже один из вариантов. Но тогда моя жизнь начинает превращаться в сплошной кошмар. Ну, на этом примере. Понятно, как это происходит технически? Итак, теперь у меня стоит задача. Прежде чем я начну делать эти 50 подъемов, мне нужно вначале найти свою, то есть для чего мне, то есть вот из этой цели сделать стратегию. То есть нарисовать нечто такое, чтобы это было больше, чем чтобы они были нетождественны. Чтобы они были нетождественны. Тогда это станет стратегией. Я даже не замечу, как я ее проскочу. Потому что сознание будет занято чем? И видеть, что? И мне себя не надо уговаривать. Механизм сработает так. Даже если вы не знаете пока, как механизм этот работает. Другим словом, вам же не нужно обязательно знать, как работает двигатель внутреннего сгорания для того, чтобы ездить на автомобиле. Не обязательно же. достаточно знать определенные моменты. Ну то есть куда ключ зажигания, как коробка передач, ну там два-три датчика, небольшие навыки. И вы уже пользователь. Не обязательно быть программистом для того, чтобы стать пользователем. Естественно, если вы программист, вы совсем по-другому воспринимаете все это. Но это, я же вам говорю, это дальше. Сейчас первый класс, первая четверть. И вот теперь начинается поиск. Вот теперь начинается ментальная деятельность. Вот это то, чем отличаются успешные люди. Потому что они начинают мучиться. Знаете, каким вопросом? Ну как? Ну почему? Ну как он туда попал, а я сюда не могу? Ну как? Ну что он делает такого, чего я не делаю? Ну что он думает такого? Ну как это возможно? Ну как? Из них 80% плюс-минус, они все были такими же, как я. Вот так они все думают, которые когда нет ничего, ни денег, ничего. И вот я начинаю искать эту идею. Попробуйте сделать это. Для чего? Нужно ответить на вопрос. Для чего мне это нужно? Конкретная цель 50. Это для меня проблема. Почему? Потому что 25 для меня не проблема. 25 для меня норма. А 50 для меня проблема. А 25 норма. Это не проблема. Я это делаю. Попробуйте найти. Потому что тогда вы поймете механизм, как работает. Вы же задали вопрос. Я могу вам срана на него ответить, но важно, чтобы вы к нему пришли. Потому что есть такая штука. Тоже. Не важно, как она работает. Формула следующая. Так объяснял, что сам понял. Да. Вот попробуйте объяснить. Начать объяснять. Начать объяснять. Я вам помогу. Но когда вы начнете объяснять, вы сами поймете. Здоровье. Здоровье. Может быть. Может быть. Пишу. Здоровье. Проверяю. Никакой волны нет. Хорошая идея, но не моя. Ну, то есть, идентичности нет. Мой организм говорит, отдыхай. Ну, то есть, не трогает. Ну, например, ты хочешь кофе? Нет. Давай я тебе сделаю. Так не хочу. Я тебе сделаю из самой лучшей в мире ходить. А хочешь глиссе? А хочешь из бразильского кофе? А хочешь из индийского? А хочешь из... Да не хочу я кофе. Понимаете? Поэтому вы сколько сюда здоровья не вставляете, но если я кофе сейчас не хочу, то это не моя сейчас, не мой напиток. А когда он станет моим? Когда захочу. А сейчас не хочу. И вот вставляем здоровье. Никакой реакции. То есть, в мартовского кота вот эта идея не является чем? Знаете, какой критерий? Ну, то есть, мы попали или не попали? То есть, здоровье. Да, да. Но как цель? Вот пока. Вот тут напишу, здоровье. Проблема больше, чем... Вот, вот куда я вошел. Если я скажу, ради здоровья, то на 26-ом я начну испытывать то же самое, что и вот здесь. Потому что моя цель... Вот она, она меньше. Вот так проверяется. Дальше. Какие есть еще варианты? Ну, начинаем перебирать. На пляже все мои. На пляже все мои. Так, на пляже все мои. Как? Гордыня. Ну, пляж в июне. Сейчас, февраль. Никаких пляжей. Ну, то есть... В июне, да, может быть, сработало. В мае бы уже сработало. Может быть. Но если он не будет делать сейчас, то у него какой-то не будет? Да, я тебе умоляю. Да, ну... Ну, сколько тебе надо, чтобы более-менее форму набрать? Ну, 2-3 недели покачаться. Ну, мы же говорим о здоровье. Ну, в данном случае о... Ну, не работает. И вот так вы идете, идете, ищете, ищете, ищете. И вот меня... После набора энного количества аргументов возникает следующая идея. Ну, например. Знаете, что такое гуманистическая идея? Она должна быть связана с вашим бизнесом. Гуманистическая идея, она не связана... Она не космическая. Она связана с вашим конкретным бизнесом, с продуктом, с тем видом деятельности, которым вы занимаетесь. Например, если я здесь напишу, для того, чтобы нарисовать картину или снять фильм, так я же не режиссер. Для того, чтобы снять фильм, так я не режиссер. То есть, эта идея, она никогда не станет моей. Она не будет мне идентичной. Идентичная — это равная. То есть, я кто? Ну, я сейчас бизнесмен. В данном случае сейчас преподаватель. То есть, соответственно, сектор поиска, он тут же сужается. Потому что художник должен искать где? В своей сфере деятельности. Музыкант где? В своей сфере. Где он должен искать эту цель? В своем направлении. То есть, музыканту не нужно искать цель в спорте. То есть, даже если это спорт, то эту цель нужно привязать к большей цели. Но где? Если он музыкант. Если это спорт, то тогда где? В музыке. Вот здесь иногда начнет работать что? Ну, это мне сейчас февраль, мне не нужно ждать июня. А они работают. Потому что, когда я выхожу на сцену, вот с таким животом, вот с таким заплывшим, вот с такими синяками под глазами, вот с такими и так далее, тогда, тогда понятно. Тогда это, понимаете, где, как нужно, какой сектор, где, в каком секторе нужно искать гуманистическую идею. Понятно? Но если неправильно, это же не сектор. А? Если неправильно, тогда ты не найдешь там этой идеи. А время тикает, а ты ее там не найдешь. Поэтому определяемся. Вот я сейчас какую функцию выполняю? Какую роль играю? Преподаватель. И достаточно часто ее играю. Последние, там, 10-12 лет своей жизни. Чуть ли не каждый день. Соответственно, мне где нужно искать? Сектор сузили? Где? В лесозаготовках? Нет. На пляже? Нет. В спорте? Нет. Я себя на олимпийского чемпиона не готовлю. Где? В образовании. Вот теперь начинаем искать.